Всем привет! Вы на канале просто вкусно с Марией Султаковой и сегодня мы приготовим всеми любимый такой простой, но такой вкусный салат винегрет. Сначала мы подготовим все ингредиенты, а пока мы их подготавливаем, я расскажу вам историю возникновения салата винегрет. Винегрет это популярный в России и других странах бывшего СССР салат из отварных свеклы, картофеля, моркови, а также соленых огурцов и зеленого или репчатого лука и квашеной капусты. А родилось это блюдо на императорской кухне Александра I, где некогда работал известный французский повар Антуан Карем. Наблюдая за работой русских поваров, готовивших неизвестный ему салат и увидев, что его заправляют уксусом, Антуан воскликнул винегрет, то есть уксус, на что наши повара, решив, что француз произнес название блюда, утвердительно забивали головой. Так и появился в царском меню необычный салат, который вскоре обрел широкую известность и очень полюбился простому народу. Ну что, мы все подготовили и приступаем непосредственно к готовке, а я продолжу свой рассказ. Чтобы приглушить землистый привкус овощей, в винегрет добавлялась острая заправка в виде уксусной кислоты и различные соления, маринады, квашения, огурцы, капуста, каперсы, маслины, соленые грибы и си. Рецепт русского винегрета окончательно сформировался во второй половине 19 века. За долгие годы кулинарных экспериментов с составом и способами приготовлениями появился ряд рекомендаций, благодаря которым вы, скорее всего, сможете приготовить тот самый винегрет, который непременно понравится вашему близким. Вот эти секреты. Овощи для салата берутся примерно в одинаковых пропорциях. Все продукты следует охладить до комнатной температуры. Для приготовления винегрета не стоит использовать металлическую посуду. Считается, что салат тем вкуснее, чем мельче нарезаны овощи. Салат получится более вкусным, если не отваривать овощи, а запечь их в фольге в духовом шкафу. Приготовленный соус следует постепенно подмешивать нарезанные овощи, а не добавлять сразу. Вареную свеклу лучше заправить соусом в отдельной посуде, тогда остальные овощи не окрасятся и салат будет выглядеть аппетитнее. Если вы заправляете салат только растительным маслом, то лучше посолить измельченный ингредиент заранее, так как соль в масле не растворяется. Готовить винегрет следует непосредственно перед подачей к столу. Хранить в холодильнике его не рекомендуется. Базовый рецепт. Отварные свекла, картофель и морковь, соленые огурцы, лук репчатый или зеленый. Все примерно в равных объемах, моркови чуть меньше, чем других овощей. Классический русский винегрет обязательно включает в себя рубленое крутое яйцо и немного сельди. В этом случае квашная капуста не используется, а количество картофеля и лука увеличивается. Все заправляют смесью из трехпроцентного уксуса, растительного масла, соли и черного перца. Для винегретов лучше использовать печеную свеклу. Вареную или печеную свеклу часто заправляют маслом отдельно от других овощей, чтобы они не окрашивались ее соком. Количество овощей указано приблизительно. Можно добавить чего-то больше, чего-то меньше. Ну что, у нас получился очень вкусный, замечательный салат винегрет. Я говорю вам пока-пока, хорошего всем дня, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и колокольчики и пишите в комментариях, что еще приготовить.